Здание по адресу Советская, 56, является памятником архитектуры и объектом культурного наследия. Построено оно было в 30-х годах прошлого века. Сейчас оно признано ограниченно работоспособным и нуждается в капитальном ремонте. На это требуются большие деньги. Только для того, чтобы составить и разработать проектно-сметную документацию, нужно 12 миллионов рублей. Мы поддерживаем как можем наше здание, мы проводим текучие ремонты. Единственное, что необходимы были меры, которые у нас стояли на втором этаже, два тяжеловесных рояля. Их необходимо было перенести для того, чтобы не создавать вот это утяжеление здания. Мы это сделали, но и дальнейшие меры, надеюсь, мы тоже с помощью Гурсовета и выделенных средств мы это осуществим. Ремонт в некоторых помещениях здания необходимо сделать по представлению прокуратуры. Чтобы выполнить эти работы, депутаты, входящие в Комитет по социальной политике Гурсовета, выделят около 6 миллионов рублей. Сейчас средства поступят. Я думаю, что все будет зависеть, видимо, от Комитета, как они будут реализовать. Но до конца года, я думаю, что они эту проблему решат. Помимо детской школы искусств номер один, в здании по адресу Советская, 56, находится и школа искусств имени Романа Сидоровича Мердогеева. Все дело в том, что на протяжении своего существования у этой школы не было своего здания. Сейчас ей принадлежит 7 учебных кабинетов на первом этаже и несколько на втором. Но их катастрофически не хватает для обучения детей. Детская художественная школа имени Мердогеева существует уже почти 60 лет. Сейчас в ней обучается более 300 детей. В здание на Советской, 56 заехали в 1992 году. По планам это был переезд ненадолгий срок. Но, как известно, что временно, то постоянно. В нашей школе обучается почти 400 обучающихся. Ну, если быть точными, 379. В прошлом году, если считать, у нас было 420. То есть и у нас всего 7 учебных кабинетов. Два административных и один у нас в помещении такое, ну, складское. Ну, и отведено за нами вот этот коридор первой школы. Ну, вот этот, первый этаж. По словам Дениса Егорова, организовать переезд художественной школы в отдельное здание достаточно сложно. Один из возможных вариантов выхода из ситуации – дождаться застройки центра города в рамках мастер-плана. Казалось бы, это незаметный момент. На самом деле здесь, в этой школе, 700 с лишним человек ходят сюда. С первой, со второй смены нагрузка огромная. Помещение не позволяет. Конечно, в идеале надо их разводить. Отмечу, что текущий ремонт должны сделать до конца года. По предписанию прокуратуры необходимо облегчить кровлю, а именно убрать тонны тяжелого шлака и заменить его на более легкие материалы. Также нужно усилить конструкции второго этажа. Андрей Слепнев, Сергей Медведев. Новости дня. Субтитры создавал DimaTorzok